15 октября день Киприана и Иустины. Киприан жил на территории Антиохии и обучился искусству колдовства. Ему помогал сам дьявол. Иустина была красавица-христианка. Некий юноша решил ее соблазнить и для этого обратился к Киприану. Киприан наслал на Иустину бесов соблазна, но они не помогли. Он посылал все более сильных, но и они ничего не сделали. Тогда Киприан разочаровался в колдовстве, отверг его, обратился к христианству и принял крещение. Устинию и Киприана в народе считают защитниками от теплой силы, бесовской, колдунов, ведьм и прочего. И сегодня следует избавляться от всякой нечисти и наваждения. Вести себя надо осторожно, иначе могут напасть злые силы. Причем больше всего страдают от них пьяницы и богохольники. В народе верили, что демоны могут являться пьяным людям и подселившись забрать их здоровье. Они же часто доводят человека до самоубийства, чтобы забрать их душу. Бесов винили в возникновении белой горячки. Бесы могут принимать различные обличия, как обычные с рогами и копытами, так и в образе различных животных. Способны принимать облик иноземцев, поляков, эфиопов, литовцев, монахов и воинов. Чтобы вселить бесов человека, колдун специальным образом заговаривает в воду. Выпив заговоренную воду, человек портится, поражается бесовщиной. Говорят, что можно подселить беса через поцелуй, пищу, дыхание и даже прикосновение. Приметы. Знатоки природы поднимались утром на Куприяна и смотрели в окно. Если не выпал снег, то не будет его и до родительской субботы. Имелось в виду первое в ноябре. Если идет сегодня сильный дождь и ветер, зима будет холодный. Если сегодня начался листопад, скоро наступят холода. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.